всем привет друзья очередное видео у меня разно темное видео поэтому разная информация вы можете подчеркнуть на моем канале кому нравится заболезни посмотреть у меня есть вы можете найти разного сорта болезни сегодня будет тема мешочатый расплод и опыт борьбы с ним в азербайджане это 1962 год номер 6 подписывайтесь ставьте лайки тема весьма интересная потому что этот раз мешочатый расплод эта болезнь связь похоже на американский европейских нелец как с ним бороться как с ним боролись свое время и возможно что пригодится и вам потому что на многих видео я видел показывать сетчатый расплод дырочками говорят то ничего страшного ничего страшного он развиты и эта болезнь развита везде и повсюду поэтому если вы не будете бороться с болезнью ваши пчелы будут часто пропадать возможно вы так и имеете каждый год вы будете покупать новые убытки 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 то лучше выслушать эту информацию ну так же будете вопросы ответы пожалуйста послушаем что здесь пишет мешочатый расплод и опыт борьбы с ним в азербайджане мешочатый расплод инфекционная болезнь вызываемая фильтрирующим вирусом она поражает личинок в возрасте 6-10 дней по внешним признакам мешочатый расплод напоминает американский гнилец погибшие личинки серовато-коричневого в начале последствий приобретают темно-бурый цвет имеют вид мешочка наполнена жидкой зернистой массой без запаха они лежат вдоль ячек с неприподнятыми верх головками высохшие трупы легко извлекается из ячеек вот что самое главное болезнь обычно появляется в мае июне и с наступлением главного взятка ослабевает иногда прекращается совсем обратите внимание чем отличается мешочатый расплод от американского и европейского гнильца американский европейский гнилец имеет запах вы подойдете гнездом подняет это гнездо а это не имеется запаха обратили внимание это первый признак различия а остальное смахивает похоже такое действие считается что возникновение развития мешочатого расплода способствует охлаждение гнезда недостаток корма ну это как правило может быть с моей практики из практики других пчеловодов по весне долго начинающие пчеловоды рассматривают гнездо свое особенно там где уже есть расплод остальные стенки можно смотреть рамочки пустые без расплода но расплод выглянули есть на место поставьте пусть чел обогревают и также по весне как правило не хватает пыльцы и меда поэтому очень важно в свое время на добавить им туда candy или поставить меда ну и заменитель пыльцы или что у вас есть читаем дальше для ликвидации болезни рекомендуется матку заключить в клеточку на 5-7 дней гнездо сократить и утеплить а пчел в течение 10 дней подкармливать сахарным сиропом семьи не освободившие от болезни перегоняют на соты от здоровых пчелиных семей для изучения распространения мешочатого расплода в азербайджанской сср мы обследовали большое количество колхозных сахозных приусадебных пасек оказалось что в некоторых районах республики пораженность пасек этим заболеванием доходит до 85 процентов а в пределах одной пасеки колеблется от 7 до 100 процентов то есть это весьма распространенное заболевание друзья не думайте что вас оно прошло мимо а если прошло слава богу а если не прошло то пожалуйста обратите внимание что делать дальше причем во многих случаях инфекция смешанная то есть семьи одновременно болеют мешочатым расплодом европейским или американским гнильцом в условиях нашей республики мешочатый расплод может поражать семьи с апреля по август но наибольшее развитие болезни достигает в июне зарегистрировано несколько случаев появления мешочатого расплода и в сентябре нами замечено что вирусная инфекция особенно распространена на пасеках лесной зоны вероятно по этому способствует повышенная влажность и наличие паде годы влажные не очень жаркие пчелы поражаются сильнее чем жаркое засушливое лето мешочатый расплод могут могут болеть семьи разные силы обследование пасек 9 районов показала что 29 процентов заболевших семей были слабыми 45 средними и 26 сильными болезнь поражает как серых горных пчел так и их помеси с иранскими анализируя собранные материалы мы пришли к убеждению что развитие мешочатого расплода способствует недостаток кормов меда и перги как мы уже говорили в период интенсивного выращивания расплода опыты показали что увеличение в семье количество молодых пчел способствует ее оздоровлению если так приблизительно посмотреть то это значит слабые семьи зимы вышли они также имеют проблему даже если сильные тоже заболевают мы считаем что к лечению больных семей надо подходить дифференцированно зависимости от степени поражения если в семье больных личинок немного то ее следует пересадить чистый улей соты с пораженным расплодом сжечь а взамен поставить рамки со здоровым печатным расплодом гнезда сильно сократить и подкармливать пчел с сахарным сиропом с нор сульфазол натрием не менее трех четырех раз через каждые пять дней до полного выздоровления семей за ними осуществляется индивидуальный уход улей место где они стояли тщательно здесь дезинфицируют при заболевании значительного числа пчелиных семей со слабой и средней степенью поражение расплода рекомендует применять биологический способ лечения из числа наиболее сильных и жизнедеятельных пчелиных семей организуется так называемая оздоровительно-санитарная группа количество семей оздоровителей в группе может быть от одной до нескольких в зависимости от наличия больных семей на пасеке и степени поражения расплода что такое семья оздоровитель семьи оздоровители максимально усиливают молодыми пчелами и обеспечивают кормами пустые соты удаляют на ульи семьи оздоровители ставят вторые корпуса литки сокращают до трех сантиметров чтобы было тепло подготовлены таким образом семьи оздоровители переставляют рамки с пораженным расплодом из них больных семей всей пасеки то есть не пчелы а просто рамки с расплодом чтобы эти рамки обрабатывали пчелы сильной семьи при заполнении нижнего второго корпуса можно ставить третий корпус с расплодом который также помещают рамки с больным расплодом верхний корпус закрывается потолком утепляется прикрывается крышей после того как весь пораженный расплод из больных семей пасеки будет изъят и передан семьям оздоровителям последние отвозятся за 3-4 километра от пасеки в изолированную местность хорошим взятком семьи оздоровители подкармливаются лечебным и стимулирующим сиропом благодаря большой силе и увеличению количества молодых пчел семья оздоровитель энергично очищают соты от пораженных личинок освобождая гнездо от источников заразы я бы еще посоветовал поставить разделительную решетку на первом этаже у вас матка в этой семье осталась она сеет и расплод там пчелы выходят чтобы а на втором и на третьем этаже вы добавляете для оздоровления и матка не переходит туда и не сеет то есть матка постоянно работает на нормальных сотах результаты оздоровления определяют специальными осмотрами после полного освобождения от болезни выведенной в семьях оздоровителях излишек пчел используют для формирования отводка на плодных маток все зараженные предметы дезинфицируют при испытании нами этого метода кусарском районе все больные семьи вылечились ну добавлю конкретную информацию что они как тут насколько разводился тут сиропчик борьбе с мешочетым расплодом как показали производственные испытания в комплексе с другими мероприятиями дает хорошие результаты норсульфазол натрий при даче его по 150 граммов сахарного сиропа на улочку пчел не менее 3-4 раза с пятидневным интервалом при слабом поражении в один литр сахарного сиропа разводят 0,5 грамма то есть полграмма норсульфазол натрия а при среднем и сильном поражении 1 грамм высокий терапевтический эффект получен при чередовании препаратов первый раз дается сахарный сироп с норсульфазол натрием из расчета 0,5 грамма или 1 грамм на литр сиропа через три дня сахарный сироп с пенициллином в дозе 300 тысяч медицинских единиц на 1 литр сиропа через следующие три дня опять сироп с норсульфазол натрием и так далее до полного выздоровления вместо пенициллина можно использовать биомицин той же дозе биомицин и пенициллин кроме лечебного действия оказывают также положительное влияние на развитие пчелиных семей и так друзья это за эту болезнь и сейчас немножко вопросов весьма интересные вопросы вопрос 1 как живет матка внутри пчелиного клуба зимой при какой температуре она находится ответ непосредственно наблюдать жизнь внутрь клуба очень трудно поэтому можно привести лишь некоторые соображения по интересующим вас вопросу так как первый раз плод появляется на центральных сотах то можно полагать что матка зимой находится в центре клуба где наиболее высокая температура которая никогда не опускается ниже 14 градусов а к весне поднимается до плюс 33 34 и выше матка зимой питается медом получая его от пчел берущих жидкий мед из ячеек следующий вопрос чем объяснить что пчелы в не здесь теплым заносом иногда зимовали лучше чем гнездах с холодным заносом ответ объяснить это можно тем что при теплом заносе замедляется вентиляция гнезда что создает более благоприятные условия для жизни пчел известно что в естественных условиях пчелы строят соты под некоторым углом клетку благодаря чему гнезда вентилируются медленнее чем улек с расплодом с расположением сотов на холодный занос опыт проведенный нестервотским на украине показали что при содержании пчел весной гнездок с расположением рамок на теплый занос тепловой режим улучшается и семьи выращивают больше расплода что могу посоветовать на эту тему это весьма интересный вопрос хочу показать вам как это работает вот приблизительно если взять вот предположить что это улей это у нас тут литок вот это рамки вот так ставятся вот это на холодный занос сюда летают челы вот что можно сделать пчеловоду не сильно изменяя сделать и закрыть литок полностью открыть литок в боковой стенке днище не меняется просто повернуть вот так вот улей можно повернуть то он имеет одно так сказать если это на 10 рамок то можно повернуть или ток получается на теплый занос рамки стоят уже так вот воздух проходит сюда семья хорошо работать то есть два литка один литок с боковушки а другой литок как всегда на холодный занос на холодный занос вы поворачиваете улик на ставите и это будет работать летом осенью и весной вы можете этот литок закрыть а так как пчелы привыкли летать сюда то вы поворачиваете они обязательно будут летать сюда же потому что они привыкли сюда летать только-только разворачивать улик как говорится и так вот на корпусных или двухкорпусных в ему обычно составляется на зиму в один корпус так сказать рамки и вы будете иметь более правильную зимовку и правильный успех и так друзья читаем дальше что еще у нас тут есть вопрос как зимует челы на меду собранном с табака мед с табака имеет горьковатый привкус но для зимовки пчел на юге вполне пригоден нам не приходилось слышать жалоб от пчеловодов тех районов где табак служит постоянным источником взятка на плохую зимовку пчел вопрос как лучше зимует челу на расширенных или сжатых улочках проведенные опыты показали что зимовка пчел на расширенных улочках не дает заметных преимуществ сильных лучше оставлять пчелам на зиму улочку нормальной величины вопрос чтобы увеличить медосбор я хочу выписать неплодных маток каждую семью думаю разделить пополам ту часть семи которая окажется без матки подсадить выписанную матку перед взятком который начинается примерно с 20 июня и заканчиваться 15 июля семьи я объединяю повысит ли это продуктивность пчелиных семей хочу сказать что приблизительно за 40 дней надо выписывать матки до начала взятка чтобы эти матки успели за месяц где-то 21 день и пчела выходит там еще дней 15 на внутри улевая чтобы она могли матки насеять приблизительно хоть немножко пчел ответ продуктивность семей повысится во-первых потому что к взятку семьи от двух маток нарастят большее количество пчел чем семья развивается с одной маткой во вторых пчелы полученные тут написано от серых грузинских маток осемененные местными труднями будут помесями первого поколения они обладают повышенной жизненностью и продуктивностью однако успех этой работы в значительной степени будет зависеть от сроков получения неплодных маток из питомника хочу добавить еще это что помеси всегда дают в полтора раза больше меда то есть намного больше меда дают пчелы помеси они работают более усиленно если вы хотите полученное от них потомство использовать на медосборе в этом же сезоне нужно чтобы матки были присланы в первой половине мая но приблизительно 40 дней со дня посадки маток до выхода молодых пчел пройдет не меньше месяца во время хорошего взятка молодые пчелы вылетают на медосбор уже на пятый день после выхода из ячая и так друзья вы прослушали весьма интересную информацию многие пчеловоды задают по этому вопрос когда лучше сменять матку матку можно менять в любое время но если у вас есть перспектива получить матки 15 мая то это хороший вариант действуйте меняйте у вас будет еще все лето впереди нарастят нарастят матки эти пчелы много и смогут взять хороший медосбор до встречи подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев не забывайте сказать спасибо до свидания